Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сейчас мы будем снимать вопрос-ответ, ответ-вопрос-ответ, какая разница, в общем, мы поняли, да, мы поняли. Потому что вы очень любите задания, всякие вопросики, а я люблю их отвечать, и это самое простое видео, которое я могу снять. Пойдемте, давайте начнем, пожалуйста, а то, честно, не руками, потому что я уже не могу, я хочу что-нибудь рассказать. Так, первый вопрос от Алины Рудаковой. Каким трюкам планируешь обучить Эластик? Так как Эластик мой умеет уже достаточно много трюков, это передний кранч, трапеция, поклонного запястья, кстати, уже, Апортировка, свечка, задний кранч, это вот самая база такая, которую он умеет. Еще я хочу научить его очень сильно испанскому шагу, чьи Эластик уже умеет много трюков. Так, следующий вопрос от Влада Журавлевой. Ты любишь меня? Я же не знаю, если ты меня подписывала, то да, а если это то, то тоже да. Ага, конечно. Следующий вопрос от Марии Сафроновой. Ксюша, привет. Привет. Это самый лучший и незабываемый день на конюшне. Я не знаю, у меня много всяких дней незабываемых и лучших, потому что каждый мой день на конюшне лучший. Я не знаю, почему мне сложно как-то убрать один день, потому что мне нравятся абсолютно все дни, которые я беру на конюшне. Все они незабываемые и лучшие, потому что они проведены с любимыми конями, вашими, с друзьями, и поэтому они все абсолютно без исключения все лучшие. Следующий вопрос, опять же, от Марии Сафроновой. Как ты решила заниматься полным спортом? Господи, думаете, я что-то решала? На самом деле нет, я ничего не решала. Все за меня решила моя мама. По-моему, ответ исчерпывающий. Все очень просто, я ничего не решала. Все за меня решила мама. Но я из-за этого благодарна. Мама, я знаю, что ты сейчас смотришь это видео, поэтому спасибо тебе, что ты заставила меня заниматься этим спортом. Да, потому что ты молодец. Далее вопрос от Юлии Горшковой. Какую цель ты хочешь дочититься ластиком? Я не могу сказать, что у меня есть какая-то прям такая цель. Но после выступления в Болге, я поняла, что у меня есть цель. Это выступать в Бестренде. И на Бестренде Мерзечки на соревнованиях. На всех. Любую высоту. На всех. Ну, просто я до этого думала, что нужно только на Ход Каморе. А я пока на Трендде выступаю, не на Ход Каморе, потому что Ход Камора это строже, чем трендде. Поэтому это лично моё мнение. Может быть, у меня все заставляют менять свои мнения. Я думала, что нельзя как бы на Сейконе там выступать на Мерзечке Кука. Но вчера как выяснилось, что можно. Поэтому я хочу, чтобы Ластуленько просто был персик самым послушным конем во всем мире. И всякое такое. Следующие три вопроса от Анны Ивановой. Какие у тебя самые любимые лошади? Если я так поняла, что в принципе лошади. Нет, смотри, конечно, не просто лошади. Какие породы там, все дела. Вообще-то мне очень нравятся соловые лошади, потому что я не знаю почему, но они мне нравятся. Потому что они соловые. Что сказала? Что сказала? Что сказала? Мне нравятся соловые лошади. Высокенькие такие, с оленевого роста, как вот ластик, нормальный рост. Я сейчас представила солового эластика. Это просто ужас. Нет. Где ты именно занимаешься? Клуб или что-то другое? Я занимаюсь в ДЮСШ номер 15 по конному спорту. Если вы не знаете, как расшифровывается ДЮСШ, то детская, юношеская спортивная школа просто. Все меня спрашивают, где я занимаюсь. Да, боже мой. Я занимаюсь в обычной муниципальной городской школе города Рыбинска. Она не частная. Она муниципальная. Принадлежит городу. Все наши школьные лошади принадлежат городу. А частная мне. Ну, не все частные, а мои частные. Это мне, моей маме, моей семье. Как хотите. Какое самое незабываемое твое выступление или соревнование? Господи, самое незабываемое мое соревнование это... Вот. Это КСК Колоковские конюшни. Это просто мое самое любимое выступление, которое когда-либо было в моей жизни. Потому что это просто шедевр. И еще было парочка, но они были как бы не самые лучшие. И просто все мои выступления, как я вам могу сказать, незабываемые. Я все их помню. На грамоту дать я сразу... О, да я там сделала то-то или не сделала то-то. Поэтому многие мои выступления незабываемые. А особенно незабываемые. Самое первое выступление. У меня даже медаль до сих пор не знакома. Но это уже другой вопрос. Следующие три вопроса от Fox Black. Какие книги твои самые любимые и почему? Сыпки. На данный момент у меня любимые книги это вот эти. Это тот же мой станцующий с лошадьми. Просто шедевр. Не буду ничего говорить, потому что все в книжном облере. Все в книжном облере. И так же трилогия Кирикаса. Это отбор Элита единственная. У меня уже язык отстал говорить об этой трилогии. И дополнение Принца и Гвардейца. Сейчас еще вышла новая книга. О, я уже где-то говорила об этом. Но книга. Вот. Они мои любимые, потому что, во-первых, вот эта. Она про лошадей. Она очень умная. Она очень такая... Неординарная. А эти я не люблю, потому что они... Они такие интересные. Я не знаю, как это описание. Они просто шедевральны. Что больше всего любишь и сладкого? И почему? Ну, не знаю. Я просто люблю сладкое. Все. Просто все. Жрать, сожрать, все. Тортики я люблю. Тортички. Тортички. Тортичулечки. Тортички люблю. Потом, когда у вас день рождения на каюшне, я такая ранняя. В будущем ты планируешь вступать на третьи мои музейки на эластике? Или же нет? Я говорила ранее. То я в будущем, как выяснилось, планирую выступать без трензеля на всех своих лошадях. Ну, вот так вот. Ну, планируем я. Мама, ты обещала подумать. Так что давай, думай. Что чувствую, когда они грузят телефон? Ну, у меня есть второй телефон. Сейчас продолжим. Не переживайте. Я такая ориенча, у меня два телефона. Дарья Виноградова задала просто, ну, очень много вопросов, но обо всем по порядку. Каких пород у тебя лошади? Я уже, по-моему, миллион раз отвечала всем, каких пород у меня лошади. Эластик Галштинский Мерин. Хобей Тракенинская Кобыла. Хацун и Мику Тракенинская Кобыла. И Оскар Тракенинский Мерин. Спасибо. За сколько ты покупала лошадей? Оскар Школьный Эластик 200 тысяч рублей. Хобей 150 тысяч рублей. Мика входила в состав Хобей. В каком магазине ты закупаешься амнифией для верховой езды? Я ничего уже не покупаю. Покупаю все, моя нормальная. Какую породу лошадей ты можешь посоветовать? Я могу посоветовать... Да ничего я не могу посоветовать, потому что все лошади разных пород, они по-своему уникальны. Поэтому я не могу вам ничего советовать, но мне кажется, самая оптимальная порода, такая спокойная, уравноводощная, Тракенгалштин. Вот реально, Тракенгалштин самая нормальная в породе. Если родители не совсем одобряют мое желание о покупке лошади, ваш шанс на это есть, то как их уговорить? Для начала научись ездить. Хотя бы сядь на лошадь. Может тебе это вообще не понравится, тебе купят лошадь, и ты ее просто забросишь нафиг. И все. И не лошади хорошо, и родителям не хорошо, и тебе не хорошо. Поэтому если ты собралась покупать лошадь, то тебе не надо уговаривать родителей. Просто это делай своими поступками. Тебе не надо просто прийти вот так вот нахуй и говорить, ну мама, накупи мне лошадь, она мне так нужна. Не портите жизнь ни себе, ни у лошади. Вот честно, безобидно. Опять вопрос от Алинин Дукова. Ксюша, привет. Привет. Каком ты ехала в свои первые соревнования? О, да. Ну я думаю, все знают, в каком я ехала в свои первые соревнования. Это был Оскар. Оскар это моя лошадь уже с 2009 года или с 10 какого там года. Короче, с 9 лет своих. То есть он со мной уже 7 лет. Ну если когда мне считаться с фонсом, будет 7 лет. Какой он со мной, и я с ним, и мы вместе просто... Кстати, сейчас покажу свою медаль и грамоту. Я заняла первое место, когда я ехала в свои первые соревнования на Оскаре. О, да. О, да. Вот она. Спасибо. О, и все, вопросы кончились. И если вы хотите спросить меня о чем-нибудь еще, то задавайте вопросы в специальную тему. Ссылка на которую будет в описании. Все. С вами была я Аксения Кузова. Любите своих кошельей. Задавайте мне вопросы, я на них отвечу. Только прошу, не повторяйтесь. И задавайте вопросы обо всем. Просто обо всем, о чем вы хотите. С вами была я Аксения Кузенцова. и всем пока!